Рослава, красотка, ты остаёшься. Монород, ну всё ещё твой. Не теряй шанс. Обалдеть. Вы, я не буду. Нет. Итак, это вы, Денис Крачанов. Ну, в общем, получилось так, что голос в поле Сидибе, несмотря на то, что он уже покинул игру, на этой неделе стал решающим. Поль, добрый вечер, Поль. Да, Поль, вы заставили нас поволноваться. Ещё бы день ваших поисков, и нам пришлось бы откладывать очередное голосование в замке. Поскольку, как вы заметили, ситуация сложилась патовая. А что случилось-то с вами? Где вы были? Дело в том, что по приезду в Москву я получил хорошее предложение. Меня пригласили в отдел маркетинга одного очень крупного холдинга. Генеральный директор этого холдинга очень меня симпатизировал, когда я находился в шоу. Ему удалось со мной связаться, и мне предложили работу. Я подумал, почему бы нет, надо с чего-то начинать. И пошёл. То есть игра вам всё-таки помогла, да, Поль? Да, вы знаете, за последнее время мои домашние телефоны разрываются просто ужасно. Мне звонят мои старые друзья, новые. Я завёл очень много знакомств, очень много перспектив. И я надеюсь, что я не только достигну что-то в бизнесе, но ещё как мечтал в шоу-бизнесе. Можешь сказать, что своё золото вы уже нашли? Вы знаете, да, даже я думаю, что в Москве больше. Поскольку здесь золото с перспективами. А деньги, которые я мог получить там, могли бы мне закрыть мои перспективы. Как вы все, наверное, знаете, выбирая между Ярославой Горяйновой и Денисом Качановым, Поль отправил домой Дениса. Поль, я думаю, вам будет любопытно видеть, что происходило в замке сразу после того, как Денису пришлось уехать домой. Давай, сэр, посмотри. Ну, скажи мне, что-нибудь плохое, что я на тебя обиделась. Ну, скажи, что я вредная, скажи, что я плохая, что я на тебя обиделась. Слушай, всем кого-то похоронахнули. Всё, выходи, мой. Давай я тебя поведу, пожалуйста, в повязке. Убежали. Ой, блин, Кенарка сегодня страшно. Куда я делал, сейчас помоги я делал сюда. Сиденье, пожалуйста. Вот и припомнили. Милая моя, маленькая, что же, пожалуйста, не могу, пожалуйста, не могу, пожалуйста. Яс, что с тобой? Я чувствую себя врагом. Почему? Почему ты чувствуешь себя врагом? Потому что победила сейчас. Успокойся. Мне так хреново вообще. Ну, может, пойди поспите, да? А не хочу спать. Мне хреново. На душе. Я будто не знаю, как бы ты сама его выгнала. Ну что же, пора связаться с теми, кто всё ещё остаётся в игре. Я думаю, они будут рады увидеть вас, Поль. Но до этого я хотел бы предложить такой простой эксперимент. Я хочу предложить всем, кто собрался в студии, подумать, кого из пятерых, оставшихся участников, вы бы отправили вслед за Денисом домой. Итак, ваше мнение. Вот, пожалуйста. Я бы отправила Ярославу. В принципе, ну... Честно говоря, я такого поворота событий совсем не ожидал. Поль, прокомментируйте, пожалуйста, плёнку, которую мы только что увидели, в качестве специалиста по взаимоотношениям в замке. Вы знаете, очень сложно здесь что-либо сказать, потому что мне кажется, что то, что произошло, это было совершенно очевидно. Для вас очевидно было это? Да, это было очевидно. А можете объяснить? Понятно, что в игре остался один авангард, это Юрина и Аня Семенчкина. Вот. И совершенно очевидно, что им двоим выгодно оставить очень слабого игрока. Я ожидал, что должен вылететь Качанов, если за ним Дрига и потом Паша. Другой момент, что те взаимоотношения, которые были у Паши, вот с Эльвирой и Саней Семенчкиной. У него к ним были достаточно отцовские отношения. Он очень им помогал. Я честно скажу, что его переживания за команду, в частности, вот за них двоих, были искренними. Но когда уже настоялась наша дуэль, я понял, что на самом деле они от него отрываются. Я сам об этом, вы видели даже плёнку, я сам об этом ему сказал, что те, кого он взрастил, те живой съедят. Спасибо, Поль. Спасибо. Почти библейский сюжет. Ну чё, ковбой, братцело. А ты ничё, Поль, только сейчас тебя рассмотрела, какой ты классный, а? Куда же вы раньше-то смотрели, Эльвира? Ребята. Где ваши глаза были? Я его не знаю. Он постоянно в трусах и джинсах. А сейчас я вам в костюме совершенно солидный парень. Просто супер. Точно, точно. Светлана Дрыга. Пользуясь случаем, хочу передать огромный привет и субтитры.